Добрый день! Ну, а что тут рассказывать? Я, значит, вышла в магазин за хлебом. На месячной клетке встретила соседку. Она мне говорит, мне тут подружка звонит. У ней там каталог пришел. Там такие польты. А дальше все как в тумане. Все, очнулась. Соседка на стуле связанной сидит. С кляпом во рту. А я ей дочитываю третий параграф из розеттали. Не знаю, что со мной произошло. В Челябинск для оценки ситуации в срочном порядке вылетел известный лингвист Владимир Пахомов. Однако он так и не смог добраться до столицы Южного Урала. Уже семь часов о его местонахождении ничего не известно. В последний раз Владимира Пахомова видели в аэропорту Курчатов в окружении группы женщин с плакатами «Пахомов мой герой», «Пахомов лучший», «Володя», «Почитай нам пас». Всех, кто знает о местонахождении известного лингвиста, просим сообщить в нашу редакцию. Между тем, местные жители начали строить теории, почему же упавший метеорит так повлиял на умы и население. Известно, обломки не найдены. Ну и возможно, что метеорит был газообразным. То есть жесткий газ. Лед из газа. Вот. Газовый лед. Чубастик продолжает следить за развитием событий. Местная жительница Лира Полина рассказала нам о своем самочувствии. Да, это я вообще нормально. Нет, правда. Просто с утра, когда сын сказал «Моё день рождения» и наложи мне торта, я чуть инфаркт не схватила. А так я полностью в порядке. Абсолютно. Я лучше всех. Правда, правда. Прокомментировав ситуацию, мы попросили председателя экспертной комиссии тотального диктанта в Челябинске Ирину Голованову. На самом деле я считаю, что это совсем не метеорит виноват. Просто Челябинск с 2019 года не подавался на конкурс «Столица тотального диктанта». Вот наши участники и перенервничали. Ничего страшного. Я сейчас найду нашего координатора, и мы все все исправим. А сейчас я прошу всех соблюдать спокойствие и не поддаваться тотальной грамотности. В нашу редакцию поступили первые сведения о местонахождении Владимира Пахома. Известного филолога обнаружили в одной из вузов Челябинска, где он 8 часов подряд читал орфографические слова под редакцией Лопатина группы активных участниц тотального диктанта и спорил с местными филологами – вкусный кофе или все-таки вкусное? А тем временем участники тотального диктанта в Челябинске организовали митинг возле третьего корпуса «Шилбов». Они требуют сделать Челябинск столицей тотального диктанта. Городской координатор Анна Минебаева записала специальное сообщение. Учитывая сложность обстановки в нашем городе и острое желание у участников написать текст тотального диктанта под диктовку Анны Матвеевой, мы решили заявить в Челябинск на конкурс «Столица тотального диктанта-2024». Мы просим горожан не беспокоиться. Команда тотального диктанта делает все возможное для урегулирования ситуации. Благодаря сообщению Анны Минебаевой участники тотального диктанта согласились отменить митинг в Челябинск-Столице. Ситуация в городе стала более спокойной. Вот такие новости, друзья. Мы обязательно продолжим следить за развитием событий. С вами была программа «Челости». Новости на букву Ч. Друзья, надеюсь, что когда вы смотрели это видео, вы смеялись так же, как мы, когда его снимали. Тотальный диктант зародился в ГУМ клуба. И он всегда был проектом не только о русском языке, но и веселье и легкости. Мы в Челябинске делаем тотальный диктант задорно и с огоньком. И если вы разделяете наши ценности, голосуйте за Челябинск в конкурсе «Столица тотального диктанта-2024». Всем диктант!